вы на канале фан-клуб tutelwar микрофон и кос я приветствую вас это 18 серия напомню играем в рим 2 тотальная война диусе ярость спарты играем и закоринф прошлой серии как раз вот закончилась на развертывание войск мы атакуем армию византии и надо сказать что искусственный интеллект отдает предпочтение нашим врагам не знаешь почему их конечно больше но качество мне кажется армии у меня лучше по крайней мере у них только гоплит ополченца у меня соответственно бронированные гоплиты но посмотрим погода все нормально день и там далеко такой широким фронтом построить м и 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 В такой конфигурации я построил войска. Я сейчас приближусь к ним, а пока поставлю на паузу, чтобы времени тратить. Так, аккуратно не получилось приблизиться. Продолжение следует... Продолжение следует... В этом бою я не использую построение для гоплитов. Продолжение следует... Лучники не очень хорошо сработали, в свою очередь. Где, где, где-то там. Не буду бегать за этим говном. Простите за грубый сленг. Один, что-то, сколько там? Двенадцать. Так, ну что-то как на фланге. Валерию вроде разбили. Тяжелый бой. Так, это уже все получилось. Продолжение следует... это что такое блин а я думал что уже в живых-то нету они мою кавалерию но это и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Куда-то они там бросают ещё Пострелялись 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 Декабрь Блин, зима Будет Нет Поздно идти на Византию Потому что будет Дальше Январь И Мы не сможем быстро дойти То есть не в один переход это будет Возвращаемся в город Так Я Чемпион Девушки Клисфен Давайте эту штуку закроем Бегать будет дальше Так Так Ну и побежали Мы побежали Арестей уже сходил А белочку прожмём Культура Культура Все Так Это у нас Дама По-моему На Общественный порядок Ну вот она его здесь и держит Правда Цена общественного порядка Ставка налоговая Понижается Так Далее По-моему Переход ухода Уже идет А где убийца у меня был? Вот он Артемизия Да Ее нужно будет Туда Так Мы там вроде Со Спартой замирились, да? Архонт наш чешет Вот сюда Ага Войну Каркири мы тоже объявили Они еще воюют С Италийским союзом До сих пор Я вот что думаю Может мне вот этих сил то хватит? Что мне архонтусу оттащить? Ну это ладно Следующий ход примем решение А я бы эту армию бы развернул бы дальше В восток С другой стороны здесь очень сильная армия Ладно Решили так решили Так что еще что еще Значит в Агийском море Парус мы взяли Так и по поселению быстренько Так Ну С поселением Которое мы только взяли Перинф То есть мы Вроде тоже познакомились Здесь никаких чудес нету Света Все Переход хода Думаю А единственное что я хотел Знаете что Храм Аполлона у нас появился Да? И с ним вечно какие то проблемы Да будут сейчас Да Храм Аполлона Нам в Агийском море нужно больше чем одна флотилия Вот что я хочу вам сказать Здесь я наверное еще буду заниматься или не буду Я не знаю Просто в этом регионе не хотелось бы корабли собирать Хотелось бы их Другом А каком другом? Другого здесь нету Ладно Каристос более менее защищен Давайте Андрос Наймем флотилию Это будет Как раз Эфрисфен Храм Аполлона В основном Наследие Головы Гидры Второго класса Ранга Пока так Все Нас атаковали Афины Как то очень странно Транспортный флот У меня один корабль Ну хорошо Открыл Открыл Субтитры сделал DimaTorzok 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 Из-за этого я теряю корабли Какой хера, а? Ну что происходит? Ну ты должен просто разоково Долбануть и все Не хочет Куда ты задом-то сдаешь? Куда ты задом-то сдаешь? Как ты报е? Субтитры сделал DimaTorzok Капыва Субтитры сделал DimaTorzok его просп Risки Субтитры сделал DimaTorzok Отличные силы Господи Субтитры сделал DimaTorzok . Блин, уже выигранный бой, а в конце столько потерь получилось из-за того, что два корабля не топились. Ну, понятно, там мешались, наверное, корабли, которые были потоплены до этого. Ну, что-то такое, я не знаю, или что-то связано с абордажем было. Короче, не пробивались у них. В это время команда была убита. Там стрелки были. Так, на галеры, в рабство. Рубернатор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Очень много чего в Игейском море плавает. Это Родос, это Иоаннинский союз, там еще кто-то. Так. Истериография. Это, наверное, у нас философия, да? Да, ну давайте здесь сразу же метод Сократа. Что он там, коррупцию режет, минус 3%, чисто политических происшествий. Ну политических происшествий вообще здесь не бывает. Не помню я, какие-то дилеммы, что были. Или может один раз была. Так. В истории философа Сократа немало загадок. А поскольку труды Сократа не сохранились, большую часть наших знаний о его учениях и философии мы получили от его лучшего ученика Платона, из его философских и драматических произведений. Теперь это известно как проблема Сократа, так как отделить настоящего Сократа от художественного вымысла Платона практически невозможно. Однако кое-что о Сократе мы знаем. Например, его подход к диалогу и к философии. Знаменитый метод Сократа. Великий мудрец стремится найти истину во время дискуссии, отсекающей неправомочные гипотезы. Наводящие вопросы позволяли выявить противоречия и недостатки каждого утверждения, определив его ложность и истинность. Этот метод требует от всех высказываний логичности. Те теории, где логика не нарушается, считаются истинными. Учение Сократа восходит к основной задаче древнегреческой философии, поиску знания и правды. Эпистемология. Так вот, чё там? Плутоводец. Ну понятно только, что Писандр выиграл в битву. Знать Аристы, Пятый уровень. Евредика, знатная женщина, Третья уровень. Праздник богов. Поседон улыбается нам. Сегодня мы воздаём хвалу богам за богатые урожаи и полные закрома. Прославим же Деметру за плоды земли, Диониса за вино, а Поседона за дары моря. Женщина собирает гроздья с лозы и давит виноград. А вечером будет пир и пляски, и праздничество, где все отдадутся своему неистовому желанию. Круто. За это можно выпить. Праздник богов. Один ход. Доход всех источников плюс 5%. Поседон улыбается нам. Так, строительство завершено. Арниса. А, это дом мастера щита. Мы сейчас можем войска улучшать для серебряных щитов. Это потом, ладно. Толстый философ Архонт. Это пятистрат наш. Скорость исследования плюс 1%. Да, вот эта фигня построилась. Так. Ну давайте сразу уже к месту сражения. Посмотрите, Элида проплыла мимо. Хотя могла бы Мирину забрать. Элидансы, они же воюют с Афинами. Нет. С Афинами воюем только мы. Я забыл. Хитрые Афины как-то всех убедили, что они мне враги. И мы остались с ними один на один. Ну правда, от Афин мало чего осталось уже. Афины меня в этой компании расстроили, если честно. Что-то с самого начала все свои войска от Афин убрали. Сначала на... Так, где я нахожусь? Вот. Сначала в Бею. Потом они что-то начали куда-то тут плавать. Непонятно. Пока мы тут все отъедали. Включая в Бею. Включая вот. Атику, да, острова там, прочее. Странно, Афин себе повели. Так что не получилось войны с Афинами, но получилось со всеми остальными. Так, где флот? Мы еще на марше были. Ну да, досталась нам серьезная Мирина. Имеет мощный гарнизон. Поэтому надо разворачиваться. Ну тут вроде... Ничего такого. Сест, конечно, опасен. Вот куда грибсти? В Энос? Или Торане? Торане у нас есть армия, которая могла бы... Под прикрытием флота, да? Атаковать Мирину. Это, кстати, остров относится к провинции Мизия. Давайте быстренько пробежимся. Афинами мы отправим Энос. Шесть ходов. Долго. Давайте, следопыт. Это ночные бои. То есть один на один может драться. Дальность еще увеличит. У нас и так дальность есть, да, по-моему, здесь? Нет. Короче, идем в эту тему. Так, здесь, поскольку мы стоим на приколе, давайте... Престарелый слуга, вон, общественный порядок еще повышает. Корабли, к сожалению, сейчас не можем нанимать. Сколько у нас тут кораблей? Шесть. Это мало, конечно. Для каких-либо серьезных процентов. Помните, один большой морской регион в Фракийской море. Если я заложу здесь еще один флот, то я не смогу одновременно здесь и здесь нанимать. Вот в чем проблема. Ну, такая механика. Сухопутные войска по провинциям нанимаются, морские по морским регионам. Ну, это, кстати, интересно. Так. Так что, в любом случае... В любом случае, что? Вот эта армия у нас, да? Она развернется, уйдет в Торонь и отсюда уже попробует доплыть. Что будет ей являться поддержкой? Нет у нас здесь других городов. Вот что плохо. В других морских регионах. Здесь уже найм идет. Это неприятно. Ну, ладно. Посмотрим. Играт подскажет. В любом случае, нужно обезопасить берега Фраке, поскольку здесь Афины. Вот войска, вот флот. А это ярость ароса. Это, видите, транспортники войска тащат. Здесь тоже может что-то наняться. Так что она с армии ушла. Так, армия-то ушла. Но здесь понятно, что нужно собирать армию и идти фуллстеком забирать Византий. Соответственно, вот этот нам больше пригодится Клисфен, герой. Время, которое выдержит враг в осаде, на самом деле здесь ни о чем. Потому что там выход в море. Мы не сможем блокировать из моря и суши. Но важны не бывые потери на стороне осаждающих. Минус 70%. Так что мы с собой возьмем в поход, это обязательно. Но это будет потом. Пока пускай зонатная женщина работает над его лояльностью. Плюс 6, да. Так, нажмем. Вот незадача здесь. Оказывается, нет военных построек. Ого. Ну, в принципе, у нас большая пехота. Давайте усилим пехотинцев. Большая пехота. Достаточно отрядов пехоты. Этому всему не хватает только, наверное, вот мяса от этого. А в принципе, вот это наймем, да можно двигаться. Да, еще бы флот. Здесь очень важен флот. Много морских регионов. Это классно, кстати. Так, это наша убийца, да? Да, ее нужно двигать туда, где война. Также двигаем нашего дедка. Где он тут? Вот он. Медленно уходит, конечно. Эта барышня здесь работает над порядком. Пускай режется процент, но быстрее идет общественный порядок. Так, что еще? Что еще? Вот эта барышня, что она здесь делает? Зачем она здесь? Я что-то не помню. Пошлем его. А, кстати, мы можем... Блин, поздно. Слушайте, тут пищи нету. А что они едят? Минус пять пища. Но я не помню, что прибрежные города голодали. Ладно. Развернем ее. Так. Теперь. Архонт наш. Здесь будут потери. Здесь будут потери. Обойти это очень все долго, да? Зима будет три хода. Так. Ну, для начала. У него флот нанимается. Слушайте, я думаю, что Архонта надо разворачивать. Разворачивать армию. Вот эту мы сокращаемся. Он тут пройдет, треть армия потеряет. Я вас уверяю, я помню, проход жесткий. Короче, мы его... Он тут везде, блин, жесткий. Ну, его. Туда. Сейчас увидите, сколько он после перевала потерял. Нормально, да? Было по 160, стало по 122. Но это ладно, это еще не самое страшное. Что могло с нами случиться? Денег уже не хватает, да, на предыдущие. Так что я буду силами... Сантипа. Из-за... Посейдонов, да? Партии. Так. Что нам тут понадобится? Стрелки. Вот так вот. Значит, мы подведем наш флот на следующий ход. Он заблокирует выход из каркиры. Чтобы они не уплыли никуда. Ну и армию потихонечку потянем. Здесь есть проход. Так. Теперь идем... Вот сюда. О, они уже сюда плывут. Титаны. Да. Роу! 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 Это все! Родос. Ну, они здесь не высадятся нигде. А чтобы... ...им пройти этот пролив, нужно атаковать наш флот. Так что, скорее всего, они нас будут атаковать. Здесь нету пляжей, я смотрю. Классный остров сделан. Вообще, фиг где высадишься. Кроме как... ...где находится город, да? Получается, да. Так. Здесь. Угу. Накус укреплен. Но тут там еще не пополнился окончательно гарнизон. Так, сколько у нас уже идет? 37 минут запись идет. Так. Что еще? Есть места, я смотрю, для расширения. В двух городах это Лариса. Где-то здесь было. Да, я в браке. Так, зайдем сюда. Один процент. Так, а кому что принадлежит? Вот Аполлону получили Эвбею. Эвбею, да, и часть Эвбея получили. Если что. Герры, соответственно, Фессалия, Амбракия. Ну, нормально. Поседон получили Фракию. Так вот распределились земли между партиями. Так, ну, 500 монет, в принципе, можно кого-то отправить в дипломатической миссии. Давай, вылетай. Все, сдаю. Так, Аристей. Насаждение культуры. Советник. Замечательно. Интересно, будет атака страны Родоса. Транспортники атакуют. Или развернутся. Транспортники атакуются. Транспортники атакуются. Транспортники атакуются. Транспортники атакуются. Как я и думал. Транспортники атакуются. Транспортники атакуются. атакуются. Все. Нет горды. Много их там. Это вообще не нужно. Но триеры с первого раза бьют гарантированно дилеммы. Конечно же 50 на 50 пробивают. Вот видишь не пробил. Два корабля у меня застряли. Два корабля готовы. не пробил скотина но это явно глюк какой-то должен пробивать почему назад плывет почему поэтому а это у нас и и и и и и и и я вот так не пробил ты представляешь тут уже такой трэш из кораблей просто завал сомнен а сомнен а сомнен а сомнен а оба ясно а мы с вами все ордер а салфет а ура скидал у нас пятник пробил шипс войти отчет команду суши остался Я не пойму, почему они собираются. Два корабля. Три. Два поддержки, один основной. Нет, 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 нет. Это Амфиполис, хозяйственные постройки Парос, Эвредика, знатная женщина, сказочник, насаждение культуры, плюс два в третье. Это дело хорошее. Ага, это особенности нужные. Так, это у нас... Где? Мы здесь. Так, давай, но ускорим. Так. здесь давай на ускоренном чтобы закрытием бухту они же любят убегать с городов не очень хорошо закрыл здесь найм продолжается ну вот это найму и вперед так сколько это будет стоить 2000 подождем команда вот гераклидов гераклидов скажите куда я тащу их тащу сюда потому что я низкий союз понимаете тоже надо так дайте будут тоже наниматься мы можем и засаде их подождать посмотрим там правда флота чего что опасно дороге салоне долбануть бы салон вот претендент сейчас не дотягиваемся где дед так тет 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 ну вот наверно как-то вот сюда наверно его вот на этот пляж выкинем так здесь что и вот налетчики неплохо за прибыль от налет давайте здесь ничего пилопит пилопит что тут у нас еще какие опасности есть есть еще и анийский союз ну не знаю сколько он тут будет плыть я был вообще вернул бы их давайте наказ да а тут есть еще греческий флот греческий афинский мы все греческий флот ну користо защищен а вот лаврион не очень да с и с и с и с с с Сирена Средиземноморья Атаковать что ли? Да он начнет тут гулять Ладно Не буду пока атаковать Користос выдержит Атаку А в Лаврион мы отправим флот Чтобы он там По полную команду Здесь продолжим найм Ладно чтобы сюда ничего не заплыло Но тут вроде все далеко Да Тут восстанавливается уже Гарнизон Так что там по времени Так 10 минут еще можем Эту серию Снимать Тысяча 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 Пять процентов Это у нас храм Поседона Давайте посмотрим Что с ним можно сделать К Сантип Я не помню где ты Да ты готовишься К походу Ну давай его Соответственно До декаста Это ему пригодится Потому что Содержание минус 4 Налоговая ставка 6 Да 4% 4% О я знаю куда мы отправим Это Италийский союз Все Ну собственно Наверное все На этой серии Я думаю Ты можешь назвать мне Никс Это ваша Сдражение Я служу Вот это конечно Соглядата У меня что-то Совсем не в ту сторону Поехал Тут долго Он будет плыть Но в любом случае Его нужно Дело Что-то он должен Делать Пускай на пассивочке Будет здесь Молодой Соглядатый Еще не прокачан Долком Без особой Специализации Да Здесь гарнизон Нормальный Здесь надо серьезно Главное Чтобы тут флота Никакого не было Вот тут что-то плывет Это транспортники Ну давайте Сделаем переход хода И закончим КОНЕЦ КОНЕЦ Как я и думал Единственное что меня не радует Что здесь гарнизонный вход есть Будет мешать Ну а что будем с этим делать Мы решим Уже в 19 серии За всем все Хорошего вечера Пока-пока КОНЕЦ 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 КОНЕЦ